Я тоже не расскажу ответственность, и ответственность, какое стартное слово, можно было бы вам рассказать, что в нашем контексте нужно рассказать, какие были бы отбор, 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 отбор. И у меня на самом деле, я еще не нашел, но там, когда я нашел, хотя бы уже не нашел, но это было сейчас в постановлении. Я садился на себе в такую группу, я бы не сказал, что очень интересно, ну так, у нас не было много денег, у нас деньги были просто 8, у нас было много денег, когда мы шлиться, а потом больше кто-то. У нас, я родился по форматике Агастинка, в спальном районе, в таком слабеньком районе. И в принципе, как мы делаем все время, мы ощущаем такую печаль. что, знаете, люди, когда у них денег не много, но у них когда-то все было оптимизм. Так что у нас в семье оптимизма много не было. На деньгами часто рвались, потому что папа любил выпить, мама просто меня любила. Ну, это было ощущение того, что, как бы, такая сильная неудовлетворенность в происходящих делах, были сложные отношения. Мы не являлись, как сейчас, с каждой стороны и, как бы, просто в этом работали. А потом… Было таких несколько этапов в жизни, которые очень сильно странировали представлению членов о жизни. Мы недавние исполнилось семь лет, мы приехали в район Киев. Там были большие высокие дома. Однажды, знаете, это не даст небо, я посindungим 화� seniors. Мы же проверены, чтобы вопросов распалamos на молодые сшелы bisher, и мы знаем что сам До этого я помню такой момент, когда мы шли после дороги и мы как-то работали на улице, мы встречали на улице, я выходил каждую разную улицу и услышал папа с вашей механической дороги и мама не переживала, что я туда и пришел. Мы сходили через дорогу в пустыню и там можно было просто побегать, мы там уже покурили и мы вернулись, ничего не произошло, просто мы вернулись и ничего не произошло. И я понял, что есть такой уход в жизни и тогда можно в принципе делать что-то свое и даже если бы этого нельзя делать и это будет хоть никак не нормально. Со временем я еще помню, мы делали такие решения, когда у меня был какой-то принцип или какие-то были правила принятые и я как бы вот так вот тоже начался и я немножко об этом тоже хотел бы рассказать. Где-то в классе пятом, в классе седьмом, такой парень веселый. Он всегда был туда, где он узнал какие-то знакомства, какие-то были компании новые и я как бы был всегда самый младший и я попадал немного в такие как бы места, где моим следственникам обычно не знали и я просто прилетать по стороне. И меня они не прогоняли. И в седьмом классе мой первый раз я там увидел, что ребята на фактике и я сначала так как-то к этому он реагировал меня, так скажу, негативно. Но потом где-то в моей жизни такой как-то я просто видел, что эти ребята не умерли. У меня было представление, что здесь не ты такой, что ну ты сразу как, очень быстро у тебя в жизни все испортится и все так вот. Вот, но я видел, что эти ребята вроде бы как бы у них все хорошо и они нормально выглядели. Вот, для меня это где-то было таким технологичем. Наверное, это не так страшно, когда мы подправляем. Вот, потом, после, на руках я вместе попробовал эти легкие наркотики, для меня неспольные дезинфицированные. И, ну, так по моим родителям это все хорошо, я очень хорошо как бы справлялся с задачей в отношении к этому поводу. Соответственно, у меня как бы не было никакого понимания этого учения, в принципе, реально почему. Ну, я сегодня пришел в футболках, вот, и, ну, как бы так вот. Из того, что я помню такие виды, да, когда было бы очень много. Это вот такая очень типичная шантина того, как были подножки там, где лежат. То есть, если это как бы, как бы, ребята были, которые... Исключение из фактов. Вот. И... Сколько я говорю о том, что, в принципе, важно показать, что... Какие будут сделаны там изменения в жизни. На самом деле, у меня было много, очень много изменений в жизни, благодаря Богу. И... Каждая сфера нужно... Рассказывать... Вообще, как говорится... По часу моего. Вот. Я бы, наверное, больше всего хотел обратить внимание на то, как Бог исполнил... Мое восприятие в Бог. В тот момент, когда... Ну... Не знал плохо, да, как, в принципе... Внимательные люди. А в тот момент, когда в это время я начал молиться и осознанно сделать какие-то шаги типа данных. Вот. Для меня основной наше... Переход, да, в то, что я никогда... Вообще, абсолютно не интересуется. До того состояния, что до нашего берега, Он постоянно принимает решение... Идет в руках. У меня был ведущий прадед... А, Роман. Дедушка. И... И... Он ходил в церковь, в евангельство. И... Ну, то есть это... Это была не православная церковь. Это было бы похоже на то, что мы сейчас собрали. Угу. Простите. И... И... Мама моя знала с детства. Потому, что она видела... Ээээ... Как... Как в семье там читали люди, старшие. Эээ... Приходили в гости в деревья. И... Ну, как бы... И... Моя бабушка... И... И... Мама тоже. Она выросла как бы... Ну, она просто помнила, что ж было. Вот. Но она выросла уже как бы из неверующих детей. И... И... Когда начались... Как бы у нее служим с моей папкой. Эээ... Она вспомнила о том, что были когда-то у нее... Эээ... Эээ... Детки делающие. У нас были детки дома. То есть мы... Мы серьезно к этому относились. И... И... Мама начала ходить в церковь. То есть она... Эээ... Меня приглашала постоянно по разными разговорами. Там на эскринскую школу. И... Ну... Мне как бы... Было сложно. Потому что... Когда я был маленький... Еще... Ладно. Я приходил. Но там в принципе как бы... Ну ты приходишь просто... И... И... Вот. А потом, когда уже... Я начал взрослеть. Это потерял на сын. Вот. Но... Я помню точно, что я всегда относился к... Богу. Серьезно. То есть он нигде не нужен. И... Потому что схемы разные есть. И... Есть люди, которые... У нас... Ну... По шуткам... С религией. С... Эээ... Ну... 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 То есть я как бы... То есть я как бы... Всегда... Даже так не могу... Как бы я... Да... Просто потому что я где-то ездил в Лагерь. Какой-то в Чистанске. Я знал вообще-то... Как бы... Как бы... Все... Все... Собрано. Да... Как люди... Общаются. Вот. И... Но при этом я... Употреблял наркотики. И в моей жизни не было... В принципе... Такого, чтобы напоминать... Как человека, который... Знает и любит... Бога. Эээ... Знаете, мне было... Что... Варты... Таких очень интересных. Которые... Эээ... Очень сильно переломили... Очень сильно переломили... На этот... Жизненный путь. А у меня... Ну... Как у любого подростка... Были какие-то... Сложности в жизни. Эээ... Я рассказывал... Эээ... 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 Он еще раз виделись... Один раз... И... Я рассказал... Эээ... У меня были... Проблемы... Там... В школе... Просто... На таком... Спешном... Детском уровне... И... И... Там... Там... Один парень хотел... Как бы... Эээ... Он удержал... Я приду... И... Я... И... Была такая... И... Этого парня... Добрали... Вот... Получилось так... Что... Как бы... Его дистинтировали... Там... Где меня нет... И... Получается... Ну... Я... Я понял... Я... Что... Я понял... Что... Очень серьезно... Эээ... Молитва имеет силу... И... У меня начали управляться... Как... Эээ... Просто понимание того... Что Бог живой... Что я могу молиться... Богу... И... 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 Понимание того... Что... Ну... Как бы... Это... Неправильно... Ты... Эээ... Какому-то жениху... Человеку... Важали... Отношения... И... Не выполняли... Что... Есть... Какие-то... Взаимоотношения... И... Ээ... Это... Двустороннее... Двустороннее ответственность... То... Если я... Молюсь... То... Возможно... Бог мне тоже... Что-то... И... Было бы... Хорошо понимать... Вот... Ээ... На этом... К сожалению... Моя жизнь... У меня... Я пошел... По захватанной... Ээ... 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 Технику... Транспорта... И... Меня... Оттуда выгнали... Потому что... Там узнали... Он был... Подъявлял... Наркотики... Вот... И... Ну... Как-то... Это было... Как-то... Это было просто... Как-бы... Перечеркнуто... Все, к чему я шел... Знаете... Так... У детей... У них... Если... Сейчас... У меня... Вообще... Если... Он... 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 Чувствует... Он... Он... Ну... Его жизнь... Испорчена... То есть... Как-будто... Все его... Нормальные люди... Идут... По... 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 Ступеньке... А... Его оставили... И все... У меня... Это ощущение... Было... Очень... Очень... Так... Мои... Там... Там... По... Учили... А я уже... Нитя не учился... Потому что... Я выморил... Из учебного... Замедения... И учил... Понятно... Что было... Учебное... Учили... они довольно часто мне как бы дотворили там, что вот, там, тебе отдавать эту церковь. И уже момент был, когда было известно о том, что я употребляю, они говорили о том, что там гады по этой церкви. И уже в тот момент у меня не было как бы повода сказать, что я не учитель. Потому что я как бы, ну ладно, не учился нигде. У меня единственное просто, что было, это, что я видел. То есть, утром я проснулся и... И я, понимаете, где-то немного с отдавлением было, и там, окей, я готов поехать. И так получилось, я бывал в будущих верующих детей. И моя жизнь на этом моменте очень много была. Я уже, в принципе, туда ехал, я знал, что очень много будет. И я знал, что есть покаяние, о том, что есть какая-то жизнь неведущего человека. То есть, действительно, положено. И я уже не понял, что, наверное, кто-то создает выбор. Я не могу под это, возможно, даже положим кто-то сделать. Вот. И, знаете, то есть, ну как бы сам выбор, сам выбор, это вещь неспожная. Потому что выбрать лицо. И, там, смотрим, ну вот, как бы, неплохое место, неплохая еда. И делать выбор. Даже если у нас такое хорошее, как мы не ожидаем, мы можем на том выборе что-то другое. Да? Или уже, там, это мы точно не ожидаем, что мы можем сказать. Если мы, там, уже есть, то есть, когда у нас важнее. У нас уже такой выбор, как бы, что ты, если делаешь его неправильно, но, ну, это уже, как бы, оставляет, потому что он обещал в нашей жизни, а иногда уже и деться некуда. То есть, уже нельзя, как бы, потом отказаться от выбора в этой сфере. Но, сам смарт в том, что, если человек ошибается, или допускается в выборе актутора, то, я думаю, уже все знают, что это очень, очень сложные большие средства. Даже если кто-то, вот, вот, там уже знает, он видит, по примеру, уставших людей, это очень большие, очень большая трагедия. Просто потом, этот перевернение в проблемах, оно не приводит к словам удовольствия, больше, такое разочарование. Вот, и если, ну, как бы, мы видим, да, вот, я просто пример хотел привести, где-то простые вещи выбираем, и это более серьезные вещи. И если говорить о выборе, да, идти за Богом или нет, это, ну, это просто более серьезное решение, чем построение семьи. В Библии, ну, очень много примеров, и очень много верующих вопросов. Идя идет после Бога. Сначала человек решает этот вопрос отношения с Богом, потом решается вопрос семьи. И если допускают наши люди уже нормы в этом контексте, то здесь абсолютно пахнутые последние люди ходят. То есть иногда Бог дает последний шанс. Или ты каждый раз думаешь ниже, ниже. Я вот помню, когда я просил Божа, я просто спалил, я не знаю, как это просто проблема. И тогда я, Владимир, находился на таком этапе еще, у Владимира, в школу ходил, и все было хорошо. А потом я помню, я уже нет времени там там вот так, и Бог не говорит мне. Вот еще один шанс. У меня уже нет треклассников, и я уже как бы потрачил жизнь. Ну, я понимал, что если я там еще немного протянул, уходя от Бога, то я не знаю, возможно, не будет шанса, но как бы если он будет, то, возможно, я буду как бы просто там напомнил, без одежды, без одежды, без одежды, потому что люди бездомные надеваются, что у них есть. Ну, я так понимаю, что… Ну, я и помню. Знаете, я… Ну, так как бы у каждого есть такой этап, когда мы понимаем уже, что Бог существует реально, и каждый человек, вот, который где-то соприкасается с христианами, христианами, с библией, он понимает, что, ну, как бы, есть его часть ответственности в этом все, да, что не нужно, общаться с Богом. Он понимает, что Бог ему говорит, слушай, вот здесь как бы было бы правильное сделать по-другому, или вот здесь, по-другому, нужно ты принял вот ответ, за наши отношения. И я в тот момент уже это нанимал. И уже когда человек идет дальше по жизни, его это, вот здесь, по-другому, запроводзает понимание, да, отношения. Он может где-то ухажать, но потом в жизни это такое, какие-то обстоятельства, когда человек идет… всегда будут приходить мыслить, что, Боже, ты и как не напоминаешь? Ты опять не напоминаешь. Такая жизнь у человека будет катал на что-то, понимаешь, что Бог уже просто не отпустит, он ревнул. И я в тот момент решил, что мне, как бы, нельзя тянуть. Я видел очень таких, как бы, скучных верующих людей. Потому что я ходил в такую большую церковь, там была такая музыка профессиональная, и люди, с которыми я общался, мне было не сложно, потому что я подросток, я хотел, как бы, делать где-то безумные вещи, а там, ну, как бы, я не совсем понимал, как я вписываюсь с другими людьми. Когда я перейдил на ревцентр, там было много людей, которые, по-моему, были моими друзьями, и в их жизни было видно, как бы, меняются. Они свидетельствами не... Ну, я вообще сказал, что сколько таких, может, непонятно. Просто я увидел людей, верующих, которые раньше были наркоманами, и с которыми мне было интересно общаться, потому что они были где-то там, как бы, они не были коцентами, и они не были... Да-да-да, это были знания. И мы просто с ними, как бы, я покаялся, и в моей жизни начали делать перемены. То есть это не были какие-то знания, там, я вверх, и я сбежал по дороге, там, сзади, красивые, и... Да-да-да, то есть ЭББ не было. И было просто, я помолился, я дальше... Я попросил прощения, там, как бы... У меня был остаток за то, что мама очень много сидела, и там, денег потратила на то, чтобы я ловился, и это был последний день. И, ну, такое знание, как говорится, где-то был настоящий поколение, я начал читать Библию. И, ну, у меня, так сказать, у меня в жизни я стал шаром. Это... Я просто без этого не мог. Я помню, я тогда мечтал о том, чтобы не делать рекламу. То есть я увидел... Ну, я был очень такой, где-то был приземленный парень, я был 18 лет, и я видел, вот, просто приходят мужики, у них там некрасивые кирпички, а когда они уходят там красивенько, это чистенько, и... и... Мне понравилось. Я помню, что я там, вот, застрел, какая-нибудь плитку ложат. И, по-моему, она такая, мне, мне желать, как бы, идти и учиться этому. Потом, когда я уже сделал дневного ремонта, я в церкви увидел глуху прославления. И... Ну, глуху прославления, это ребята, которые проют песню. Мы сегодня первые подключили музыку, а там играют просто отца больше, у него музыку, порабатывали. И я говорю, слушайте, а что... как можно... для меня? Я говорю, да, можно, чтобы на базе Италии играть, если хочешь. И я тоже, я впечатлил в эту мечту. Потом я поступил в институт глигера, это... какой-то популярный, непославный, спортивный отделение, где... играть и тренд, и еще и на стартной жанровой отделения. То есть, это... ну, как бы, это круто. То есть, вот так простые, как по-моему, такие классные... классные... желания... и он мне показывал, как он дает ее воплощение. Я точно понимаю, что это не мое... не мое заслуга, потому что... я точно помню, какой я был, да. Я был просто... супер... супер дух и парень, который... уехал... уехал просто... реабилитации, у него... ну, никакого будущего не было. А потом, какой-то момент времени, это все начало, очень сильно изменяться, и... у меня в жизни начали появляться возможности. Вот. Потом, ну, как-то так получилось, что... ну... я подрос, и... уже было жениться, мне было 25 лет, потому что у нас же женились... с Танюхой, да. как бы, такой естественный процесс, и... у меня не было профессии, за которую мы получили много денег, и я понимал, что для семьи нужно, как бы, это менять, нужно зарабатывать, и это... деньги, которые будут давать возможности в жизни. Ээээ... вот, я начал смотреть, что вообще есть, и... ну... нужно просто, как бы, обеспечить себя финансово, вот, и так, чтобы это не... не было, как-то очень... ну... я бы точно не стал, можно, космонавтом. Вот. Я нашел вот такую первую программирование, и... и... начал учить абсолютно простудем, и так получилось, что я смогу эту профессию, тоже благодарю поддержке многих людей, вот, и... ну... так. Я не знаю, правильно ли будет сказать, как-то мало, очень программирование, что-то... такие, как-то, очень странные сравнения, но если взять, вот, просто весь мой путь, вы с такими сюда приехали, которые можно увидеть, как программисты. А... если взять мой путь, просто, и взять для того человека, который... разрушенный... когда меня сейчас, то... тут как бы... ну, многие люди сказали, ну, слушай, ты молодец, ты как-то, с удовольствием, ты поднялся... ну, этого не было, я был столько падать, я любил, абсолютно... ээээ... я бы рассказывал, в самом начале, что у меня была семья, очень такая, печальная атмосфера, которая никогда бы не способствовала, потому что, миллиарды там, вырос, какого-то человека, который... сделал бы, что-то выдающийся, а в принципе, но... я не делаю, еще увеличился, но... он восстановил то, что у меня не было, он дал мне... ээээ... просто понимание того, что... ээээ... я могу... я могу не думать о том, что у меня есть какая-то... какая-то вина, и у меня есть какое-то... ограничение, потому что у меня это он мне даже мудрил. Эээ... когда... ребенок выпадает из системы, у него есть ощущение, что он все... он потрачен, и... мы тут дальше не можем. И... мы знаем только, что Иисус там. Да, хорошего вечера. Увидимся. Все супер. Вот. Хочу закончить в том, что... эээ... Бог просто забрал, понимаете, внимание, потому что где-то его... чем-то не... чем-то не предуспел. Как-то так... вот он взял, только что уже... он представлял, вот было бы классно, он давал, вообще чуть-чуть, многое за меня пристыдило. Это не означает, что кто-то придет в воду, где у него... у меня все получался. ну, больше не будет, конечно. Как бы, да. Я просто рассказываю вам, как у меня произошло. Вот. Но, я часто говорю, что если меня получилось, то может получиться у кого угодно. потому что... эээ... что вы... и... я не был там... такой семьи, эээ... чьи родители, отможение меня выжили. да, с другой стороны, дел тоже много. Но... а то, что знаете, у меня такое есть, которое намного, намного больше всего, то, что я сказал, это то, что... у меня появились личные отношения от Бога. И... это самая, какая-то слухая, абсолютно объяснимая, наверное, часть из всего. Вот, если у вас внутри нет понимания, что это происходит... эээ... эээ... это гораздо ценнее, чем кто-то о чем сказал. он вообще, что он больше обидится, и... 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 эээ... вот... когда он начал говорить со мной, просто я начал понимать, что вот это плохо, эээ... и я, как бы, этого не должен делать, и я говорю, окей, я не буду, хоть ты помоги. эээ... через полгода я перестал говорить про находит, да, у меня такая зависимость, и через полгода, я заметил, что люди говорят, что люди говорят, что ты хочешь про находит, не знаю. эээ... потом, через какое-то время, я помню, что я ехал в Киев, меня помню в церковь, и... я очень сильно был рад, потому что у меня люди есть, у меня есть поддержка, у меня есть... эээ... 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 ээээ... 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 эээээ... Кто, кто ждал меня в Киеве, он еще не знал, потому что мы с того времени, мы как-то живем здесь, и мы, вот, и я могу сказать только славу Господу за то, что Он не оставил меня, потому что, ну, как бы, я бы себя оставил, если так вот оценивать, просто по-людям, ну, по-человечески, как бы, я бы его доставил, вот, но я здесь, и фотография. Сейчас я не могу сказать, сколько там неменее стоит? Любые. Я на экстренцию полночетом, сколько можно сказать? 10 четвертых. Сколько это меньше получается? Сколько это? Спасибо. Хорошее слово. Не тянешь. Ну, это же из-за того, что мы говорим. И, то есть, есть. Есть находки, которые выражают. Есть находки, которые выставляют реакцию. Есть такое понятие, как «дейва». И есть такое понятие, что в жизни нужно создавать статус. То есть есть такое, одежда, не тянется, но есть… Мы сейчас будем молиться. И передвигуем. В конце вот… две вещи, которые вы сейчас посчитали. Первое. Для меня человек, потерпляющий наркотики, это человек без души. Вы знаете, алкоголь это такое, а вот наркотики это типа серьезно. Только не наркотики. Если человек уже перешел на наркотики, все, у него в будущем идет. И вот знаете, как бы в этом понимании у Бога есть чувство юмора. Саша, кто такой сейчас? Кто такой был Саша? Это был молодой парень, абсолютно дезориентированный в пространстве, ищущий возможность где-то оттянуться. Кто такой сейчас, Саша? Это парень, который хороший мужик, муж, отец, двое детей, специалист, это айтишник. И вот это больше не работает. Неужели это может такое сработать? И я думаю, что, наверное, это может работать при этом в условии, если у человека появляется жизнь Бога? То есть без Бога, мне кажется, это будет очень сложно, может даже у меня. То есть когда человек встречает Бога в жизни, вы знаете, как мы первые песни говорили? Только Бога только вера, только силуя Христа, да? Вот, пожалуйста, живой человек, можно подойти спуститься. Спасибо.